Мультфильмы для детей Прекрасный цветок на севере Однажды утром, на самом холодном севере, белый медведь почувствовал в воздухе какой-то необычный запах И сказал об этом большой медведица, а малая медведица Это его дочь, разве снова приехала какая-нибудь экспедиция, спросила она Но оказалось, дело было не в этом Оказалось, медвежата нашли прекрасный цветок Он был совсем маленький, дрожал от холода, но продолжал источать свой аромат Потому что это было его профессией, его призванием Папа, мама, идите сюда Позвали медвежата родителей и показали им свою удивительную находку Я сразу же сказал, что тут что-то не так, заметил белый медведь По-моему, это не рыба Я не уверена в этом, ответила большая медведица Но это даже не птица Ты тоже говоришь правильно, сказал медведь Сначала порядком подумав К вечеру по всему северу стала известна новость В необозримой ледяной пустыне появилось маленькое странное ароматное существо лилового цвета Оно держалось только на одной единственной ножке и не двигалось с места Посмотреть на прекрасный цветок Собрались моржи и тюлени Прибыли олени из Сибири Мускусные быки из Америки А из совсем далеких краев прибежали белые лисицы Волки Прилетели морские сороки Все восхищались незнакомым цветком Его трепещущим стеблем Все с удовольствием вдыхали его чудесный аромат И что самое странное Чудесного запаха хватало на всех И для тех, кто все подходил и подходил Его было столько же, сколько раньше Раз он источает столько аромата Сказал один тюлень Значит, у него под льдом Должен быть целый запас его Я же сразу сказал Тут что-то кроется Воскликнул белый медведь Он сказал не совсем так Но этого никто не помнил Чайка, которую послали на юг разузнать что-нибудь про странное явление Вернулась и рассказала Что маленькое ароматное существо зовется фиалкой И что в некоторых странах растут миллионы таких фиалок Ну, в этом нет ничего нового для меня Заметил тюлень Вопрос в другом Как она попала сюда? Я скажу вам все, что думаю по этому поводу Я просто не знаю, какую рыбу хватать Я не понял, что он хотел сказать Спросил белый медведь у своей жены Он хотел сказать, что не знает, какую рыбу хватать Другими словами, он в полном недоумении Вот, воскликнул белый медведь Это как раз то, что и я думаю по этому поводу В ту ночь над крайним севером Стоял страшный грохот Вечные льды дрожали И, как стекло Раскалывались на куски Фиалка источала столько чудесного аромата Такого сильного, будто она решила сразу За один день, растопить всю эту огромную ледяную пустыню Чтобы превратить ее в теплое лазурное море Или в зеленый бархатный луг Бедняжка так потрудилась, что силы ее иссякли К рассвету она увяла Головка ее поникла Она потеряла свой цвет, а вместе с ним и жизнь Если перевести на наш язык То, что подумала она в последнюю минуту Это прозвучало бы примерно так Вот я умираю Но это не важно Важно, что кто-то начал борьбу И в один прекрасный день Здесь будут расти миллионы фиалок Льды растают И тут будет земля Покрытая лугами и цветами И по ним Будут бегать дети Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok